Привет всем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Марина. И сегодня я открываю новую рубрику «Макияж звезды». То есть я буду выбирать звезду, рассказывать вкратце о её биографии и переносить на себя её макияж. И открыть я хочу сегодняшнюю рубрику. Поэтому я очень люблю актрису, певицу Дженнифер Лопес. Она мне нравится. Она мне нравится как актриса, как певица. Мне нравится, как она одевается, как красится. И я не скажу, что я прям такой фанат. Я ни в коем случае не подражаю ей. Но мне просто нравится она как человек, который может вот такой разноплановый. То есть она и поёт, и снимается, и бизнес-вумен, и всё, что хотите. И давайте начнём. Выбрала я макияж такой. В основном макияжи Дженнифер Лопес идут с акцентом на глаза. У неё всегда нейтральные губы. Конечно, бывают у неё рекламные ролики, где красят красные губы и тому подобное. Но в основном у неё губы нейтральные. И вот такие в основном тёплые у неё макияжи. И давайте начнём. Выбрала я такой золотисто-бежевый макияж. И приступим. Я немножко уберу пока волосы. У меня уже есть макияж. С утра я наносила. Такой нейтральный фреш-макияж я его называю. И использовать я буду для золотистого акцента на глазах. Тенюшки вот такие от Гош, кремовые. И затемнять складку буду бронзером от Нуба. Потому что я порылась в своих тенях. И у меня не оказалось бронзовых оттенков. Палетки с бронзовыми тёплыми оттенками, шеймерными. Поэтому буду использовать. Ну, немножко-то есть. Вот взаива у меня есть. Такие тоже буду использовать. В уголок глаза. Вот такие вот. И начнём. На подвижное веко я наношу пальчиком вот эти вот золотистые, скажем так, бронзово-золотистые тени. Наносить буду пальчиком, я уже сказала. У неё акцент, у неё более золотистый. Я попробую добиться такого эффекта. Более золотистые. Это у меня будет как основа. Не обращайте внимания, это у меня здесь ребёнок бегает. Вот как основа будут кремовые тени. И сейчас я возьму... Я вспомнила, что у меня же есть хайлайтер от Sleek бронзовый. И снова я здесь, я буду использовать вот эти вот. Как раз оттенок в оттенок получится. И беру вот такую вот кисть плоскую, набираю бронзовый оттенок, бронзовый хайлайтер. И наношу на наши вот эти вот... Вот. Вот это оно. Теперь. Теперь я беру растушёвочную кисть. Беру бронзер вот этот от Nub'a. Он немножко идёт с шиммером. И в складку века растушёвываю. И завожу этот же цвет под низ. У неё всегда подчёркнуто нижнее веко. Она как бы увеличивает его. То же самое я делаю на втором глазике. И тоже завожу вниз. Мы даже видим по сценическим, да, её образом. Она всегда как бы пытается глаза увеличить. И давайте начнём. Дженнифер Лопес не только певица и актриса. Она ещё бизнес-вумен. Берём карандашик чёрный. И прокрашиваем по ресничному краю. Бизнес-вумен. Она родилась в Бруклине. Или как он правильно называется? В Бронксе. Записалась специально в Бронксе, Нью-Йорк. Родители у неё иммигранты. Вырисовываем небольшую стрелочку. У неё прокрашена вот этот вот ресничный край. Стрелочка прямо возле ресничек. И немножко выведена стрелочка. Немножечко всего. Родители у неё иммигранты. Отец программист. Вот так. А мать воспитывала детей. У неё ещё помимо Дженнифер Лопес ещё две сестры есть. Поэтому да. В школу её отправили уже с пяти лет. Я, конечно, в большом шоке. Чтобы родители боялись, чтобы она не поддалась влиянию улицы. И отдали её в католическую школу. Там она занималась... Участвовала в разных сценках, постановках, пела. Вот. Но... Если я уже сказала, что родители хотели, чтобы она была адвокатом, она поступала в колледж. Но... Потом она захотела самостоятельно жить. И в 18 лет она уехала от родителей, чтобы... Ну, как бы... Узнать, что такое самостоятельная жизнь, да? Она уехала и начала ходить по кастингам. По кастингам. И сниматься в клипах. Платили ей по 50 долларов. И как бы... И как бы... Да. Потом сама карьера, её началась уже с... Беру вот эту вот кисть и возьму бронзовый оттенок. И немножко подчеркну вот здесь у неё. Вот так вот. И уголок... Внутренние уголки глаз. Я тоже сделаю бронзером. Потому что у неё золотистый бронзер там. Вернее, хайлайтер бронзовый уголок внутренний. Карьера её началась в 90-х. И в фильме снялась она... Первый фильм её «Моя семья». И вот оттуда пошла её карьера. Что... Ну, мы потом знаем, что она начала и не только сниматься в фильмах, но уже и петь. У неё было много наград. И за фильмы, и за песни, и за альбомы её. Она сейчас поёт со звёздами разными. И как бы с молодыми, да, начинающими. И уже с теми, что были на сцене. Вот так вот. И теперь мы прокрашиваем нейтральным цветом. Высветляем вот это вот нижнее веко. Вернее, нижнее водную линию. Так же она стала лицом Луи Виттона и выпустила собственную линейку одежды. И не только. Ещё она хочет выпустить линейку нижнего белья. Брови у неё, ну, скажем так, и не сильно светлые, и не тёмные. Мои, по-моему, так подходят. Теперь я хочу ещё нанести тушь. И приступим потом к лицу и губам. У неё двое детей. Мальчики, девочка, двойнято, Максимилиан и... Мне нужно умолчать, когда я крашусь. Максимилиан и Эмма. Немножечко у меня подсказка там лежит, чтобы не забыть имена. У неё много было мужчин. Да, мы можем наблюдать, если посмотреть её биографию, то много мужчин у неё как младше неё, так и постарше. Вот, она сильно, я смотрю, так не задерживается на них. Теперь сделаем... Сделаем хайлайтер. У неё тёплые хайлайтеры, поэтому, опять-таки, я буду использовать вот этот вот хайлайтер. Так как у неё загорелая кожа... Ну, хайлайтер и слик классные, мне нравятся. Вот. Что касается биографии Дженнифер Лупес. Она мне очень нравится. Я вообще восхищаюсь женщинами, которые достигли многого, у которых на всё как-то хватает времени. И, в принципе, есть повод для подражания. То есть, не в смысле там копировать, да, её как женщину, а именно стремиться вот к таким вот каким-то достижениям. Так, хайлайтер мы сделали. У неё не матовая кожа, у неё такая вот всегда сатиновая, даже такая глоу кожа, глоу скин такая. Поэтому... А теперь бронзер. Она всегда у нас такая загорелая женщина. И у неё вот как бы отсюда аж идёт такой вот... Носик у неё тоже как бы сужается. У неё нос сам по себе широковатый, поэтому она его сужает. И теперь приступим к губкам. Если мы посмотрим на её фотографии, то мы видим, что у неё обведён карандаш, карандашом губы за пределы её губ. Поэтому я буду сначала использовать вот такой вот карандашик. Это у меня пинап 207-й. И немножко тоже выйду за контур губ. У нас, конечно, с ней разные черты лица. И губы у нас разные. Поэтому, естественно, будет этот макияж сидеть на мне немножко по-другому. Теперь я заполняю губы, делая их более нейтральными вот таким вот оттенком. от... Не тот я взяла. Я взяла Гош. Вот тоже пинап люкс-визаж 207-й. А, этот я брала. Теперь возьмём всё-таки, наверное, Гош, потому что вот такой посветлее, чтобы высветлить. И теперь губы у неё всегда с блеском. То есть у неё или блестящая помада, или же блеск. Но так как у меня блеска нету, то я возьму помадка Сифора. в оттенке 0,5 и нанесу поверх вот этого вот бежевого карандаша. У нас получится как раз эффект такой, как у неё на губах. Добавим немножко таких вот персиковых румян. и немножко всё это сгладим. И вот такой макияж Дженнифер Лопес. Один из макияжей Дженнифер Лопес у нас получился. золотистый, тёплый. Мне нравится такой макияж. Он придаёт какой-то такой, не знаю, теплоты макияжу. И смотрится всё гармонично и красиво. Если вам понравилось такое видео, такой формат, ставьте пальчики вверх. Пишите свои предложения, о какой вы звезде хотите услышать и какой макияж сделать. В смысле, какую выбрать звезду. В основном я люблю западных звёзд, поэтому пишите свои предпочтения. Следующая будет Риана. Мне тоже она нравится. Я буду выбирать тех, пока не поступят ваши предложения, выбирать тех, которые нравятся мне, которые как бы обращаю я на них внимание. И это будет макияж Рианы. Так что до новых встреч. Увидимся. Пока-пока.